На календаре самый короткий день года и именно сегодня профессиональный праздник отмечают работники энергетического комплекса. Тех, кто занимается производством и передачей тепловой и электрической энергии, сегодня честовали в госадминистрации Бендер. Люди самой светлой и теплой профессии. В любую погоду и время суток энергетики всегда на трудовом посту. Они обновляют линии электропередач, благодаря им в наших домах есть свет и тепло. В зале более десятка специалистов городских предприятий. Орден трудовая слава, медали за трудовую доблесть и отличия в труде, грамоты и благодарственные письма президента, награды за нелегкий труд. Это очень непростой труд, сложный. События последних лет говорят, что у нас катаклизмы погодные случаются часто и она проверяет на прочность нашу систему энергообеспечения города и республики. В целом со всеми вызовами справляемся. Ежедневно подается тепло, электричество, когда выполняется необходимая работа ежедневная, инвестиционные программы осваиваются. В имени городского средства дороги, депутат от себя лично позвольте вас поздравить и профессиональным праздником, и конечно наступающего Нового года. И от всех горожан сказать вам спасибо за теплой свет в наших домах, школах, дошкольных учреждениях. Спасибо вам за вашу работу. Виктор Армаш, потомственный энергетик, пошел по стопам отца, более 50 лет стажа, больше двух десятилетий в ЖУК. Электричество – источник невидимый и опасный. Чтобы с ним работать, нужны знания, внимательность, ответственность и опыт, говорит профессионал. Задач немало, но со всеми справляются. В ЖУК сейчас электрики занимаются коммунальным освещением в основном города, чтобы освещенность была в подъездах у людей. И работаем уже с нашими строителями по подключению всякого оборудования при работах на городских улицах. Евгений Танасогла – тот, благодаря кому по бендерским улицам ездит наш главный транспорт – городской троллейбус. После окончания бендерского филиала ПГУ перепробовал разные профессии. Выбрал эту. В управлении уже полтора десятка лет. Работа интересная, временами тяжелая. Тяжелая, когда происходят стихийные какие-то бедствия, сильный ветер или обледенение, когда падают деревья на контактную сеть. Либо когда троллейбусы запутываются в контактной сети, рвут ее, потом нужно восстановить. Происходит это либо днем, либо ночью, снег, дождь, неважно. Наша работа – восстановить, чтобы движение продолжилось и люди добирались до своих домов. Больше трех десятилетий в отрасли. Без единого штрафа. Ответственность, продуктивность и безопасность – главное для Лидии Вероновской. За этим – жизнь и здоровье детей и работников детских садов и школ. Быть всегда ответственным, проявлять инициативу во всем. Чтобы была работоспособность, оборудование, прежде всего освещенность. Соответственность соответствовала уровню санитарным в школах, в детских садах. Соответственно, не овременной ситуации своевременно устранять, программы выполнять. Достижения и вклад каждого неоспоримы. Они трудятся на благо горожан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...